Книга «Открытым оком», пятый том. Тема работа. Вопрос 1427. Отец Кирилл говорит, что в школах нужно преподавать на факультативной основе культуру православия. Что это значит «культура православия»? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Адрес отца Кирилла даю. Напишите ему. Москва, Берсеневская набережная, 1822. Сахарову. Телефон такой-то. Если это так он говорил, то говорил, как принято у православных патриотов-монархистов, на языке сумеречного сознания и дохлого лжехристианства. Ни одного слова и сказанных им нет в Библии. Мы должны не факультативы выбивать, а идти с Евангелием по миру. Матфея 24,14. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Деяние 20,24. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. 1 Коринфянам 9,18. За что же мне награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуюсь моею властью в благовествовании. Слово «проповедовать Евангелие» встречается в Библии 15 раз. Нам этого мало? Почему же не идут по миру, а занимаются этим сектанты? Почему же мы долдоним о культуре православия, на которую нет даже намеков в Священном Писании? Что же он имеет в виду под этим предметом? Узнать праздники, порядок службы, колокола, историю, традицию, главное традицию, храмовое зодчество, старины побольше, во всем этом обрести покой душевный и пострадать за святую Русь. Это все от излишка ума и от полного безверия. Это не от Духа Святого, а от хитрости лукавого и от лукавых людей. Служителей культа разносит на культуру. Заносит на культуру. Не зря же они по налогам шли в одной графе с артистами в прошлые времена, незабвенной советской власти.